здравствуйте дорогие зрители и дорогие радиоуслушатели сегодня в студии с вами я якуши варита михайловна руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности республики саха якутия и сегодня мы опять с вами будем сегодня мы с вами будем говорить на тему финансовой грамотности и финансовой безопасности и остановимся на такой теме как инвестиций сегодня у меня в гостях сергей серафимов сафронов финансовый консультант финансовый советник волонтер регионального центра компетенции по финансовой грамотности республики саха якутия и сегодня он будет моим собеседниками мы с вами постараемся ответить на те популярные вопросы которые постоянно к нам поступают как же все-таки безопасно инвестировать и почему так часто люди попадаются на уловки мошенников сфере инвестиций что же такого там привлекательного да и и в целом как бы постараемся раскрыть основную тему эта тема финансовой грамотности и тема финансовой безопасности ну и первая часть нашего сегодняшнего выпуска будет посвящена тому что же такое все-таки инвестиции сергей серафимович расскажите пожалуйста подробно как грамотно начинать инвестировать и вообще в чем заключается все грамотный подход добрый день действительно вопрос инвестиции сейчас стал интересовать очень большое количество людей за последние буквально там 5 особенно 2-3 года связи с тем что и доступ стал очень легкий да к финансовым рынкам и инструментов стало много и рынки росли население соответственно интерес к этой теме очень сильно увеличился тем более что депозитные ставки они одно время очень сильно упали были около трех процентов годовых и люди хотели естественно как-то приумножить свои денежные средства это с одной стороны но с другой стороны вот именно вот это вот доступность да она повлекла за собой и определенные риски да то есть когда человек может спокойно со смартфона там зайти на какие-то рынки купить там акции облигации может криптовалюту какие-то другие активы буквально в два нажатия клавиши при этом не понимая на самом деле до дни суть самих самих инвестиций не зачем это ему нужно это естественно повлекло за собой в том числе и то что появилось много мошенников люди просто стали например терять деньги и здесь я бы хотел действительно остановиться именно на том что понятие инвестиции да и сам процесс это очень серьезное дело до которого нужно подходить гораздо серьезнее чем многие себе представляет себе представляет если люди иногда идут там покупают что-то там какую-то мелкую бытовую вещь да они там исследуют все сайты облазит там по магазинам походят да для того чтобы там сэкономить 500 рублей когда же речь идет о каких-то более больших деньгах да об инвестициях часто люди подходят гораздо упрощеннее да чем покупки чего-то вот такого простого и действительно прежде чем начать инвестировать прежде всего человек должен озаботиться о своих финансах понять свои расходы свои доходы понять насколько сколько денег он например может откладывать там ежемесячно на инвестиции составить инвестиционный план поставить какие-то цели и после этого наверно приступить уже к тому чтобы понять как вот это вот все делается технически получается что сначала человек должен научиться базовым вещам да сначала вообще нужно начинать вести свой личный бюджет для чего это нужно даже если у вас допустим вы чувствуете что доходы превышает расходы все равно должно быть понимание да какую часть доходов вы можете себе позволить отправить на инвестиции и перед тем как инвестировать еще я хотел бы отметить нужно создать некий такой финансовый резерв называется там подушка безопасности в размере может быть 3 а сейчас лучше 6 месяцев нестабильное время до 6 месяцев своих расходов для того чтобы это лежало там ну прям совсем надежных инструментов может даже каких-то наличности или депозитах и получается что вот у многих возникает такой момент да то есть не то что даже возникает такой момент или такой вопрос очень часто мы слышим что можно вкладывать и кредитные средства правда ли это вот я как финансовый консультант да я абсолютно против вложение кредитных средств какие-либо там финансовые инструменты там в инвестиционные продукты и так далее вот как как вы как профессионал как на это смотрите согласен я считаю что кредитные средства конечно абсолютно нельзя вкладывать да и действительно когда я сталкиваюсь информации о том что людей убеждают взять кредиты для того чтобы вложить деньги там под якобы более высокую доходность и здесь основная проблема заключается в том что человек теряет не только свои деньги да он еще остается и должным банку крупную сумму и плюс еще проценты вот и такое к сожалению не редкость и вот основное правило действительно инвестировать кредитные деньги ни в коем случае нельзя и смотрите если человек например подошел к своей финансовой грамотности да все он делает первый шаг он начинает фиксировать свои доходы считает расходы он формирует финансовую подушку безопасности да как быстро он может заработать на инвестициях но здесь вопрос конечно такой на самом деле на который так односложно не ответишь да потому что же ну что такое заработать да ну заработать там 100 рублей наверно может быстро вот но люди действительно на самом деле то с чего я начал да они должны четко осознавать да какие есть на доходности да на рынках и соответственно сколько какой капитал они смогут например создать инвестируя там течение там нескольких лет это в принципе считается есть специально допустим таблицы в экселе да и это можно посчитать вот и здесь я хотел бы еще подчеркнуть что не следует здесь надеяться на то что фондовый рынок это то место где вы сможете быстро разбогатеть да скорее инвестиции это сохранить и приумножить дать те денежные средства где вы зарабатываете где-то на своем основном месте то есть это не не надо рассматривать фондовый рынок как основной источник заработка да он может быть только из среди узкого круга профессионалов которые именно вот этим занимается да и то их ну совсем незначительное количество для основной массы это скорее всего как будущий дополнительный доход надо рассматривать этот то есть просто сохранить и приумножить то есть это правило основное которое все равно человек должен придерживаться да и здесь когда например ну вот что вот скажем если мы говорим о мошенничество да вот на чем часто играют мошенники да это на двух человеческих чувствах да это на страхе и на жадности соответственно жадность это тогда когда вам обещают там сотни процентов годовых или говорят что вы сможете без труда там по 300 тысяч месяц зарабатывать да вот это воздействие идет на жадность да но одновременно могут использовать и страх да когда например звонят и это уже касается когда вот мошенничество с банковскими картами да когда человека пугает что вот потерять деньги да что то там происходит кто-то пытается получить кредит и так далее это уже воздействие получается на страх и когда вот человеку то часто действительно многие люди они эмоционально не не готовы принимать решения тогда когда они находятся вот под таким психологическим воздействием а на самом деле вот те кто этим занимается они очень активно используют социальную инженерии да они очень опытные они делают там тысячи звонков в день да и здесь они даже по голосу на я думаю могут определить как с каким человеком можно общаться к сожалению да среди мошенников часто встречаются скажем так профессионалы потому что они спокойно могут различить потенциальную жертву да которая уже готова отдать свои деньги и дорабатывают ее то есть доводят человека до такого состояния когда он оформляет кредит там или еще что-то или отдает собственно собственно собственные накопления скажем так и в принципе готов к этому то есть они им как-то удается вот именно распознать таких жертв и дорабатывать их и к сожалению граждане те граждане которые не соблюдают основные правила финансовой безопасности о которых мы будем говорить во второй части нашего сегодняшнего выпуска вот такие граждане очень часто становятся жертвами мошенников ну а мы их я бы хотела сейчас зарезюмировать нашу первую часть и сергей серфимович сегодня подтвердил то что к инвестициям нужно подходить очень грамотно кредитные средства мы инвестировать не должны и это в принципе неправильно и обязательно сделайте акцент на том чтобы планировать свои финансовые расходы вот сергей серфимович расскажите какой-нибудь лайфхак вот есть какой-нибудь первый вот прямо самый простой шаг как начинающего инвестора что нужно сделать человеку но в первую очередь ну и я бы не сказал что это лайфхак да нужно получить просто минимальный объем знаний да и в этом плане сейчас есть достаточно много информационных сайтов от официальных структур например минхина банка россии московской биржи да где есть обучающие курсы вот прям совсем с нуля то есть человек может просто и вы тоже проводите муж да и мы и консультанты есть которые проводят вот можете к нам да тоже в том числе обращаться и и вот какую-то вот минимальную базу знаний надо все равно получить понимать да вот как открыть тот же самый профильский счет что такое биржа да как делаются сделки вообще как вот эта вся инфраструктура работает абсолютно согласна потому что даже просто элементарное блюдо приготовить невозможно без рецепта и без каких-то определенных знаний и алгоритмов действий да и тем то же самое происходит и в инвестициях если ты не знаешь и не знаком с этой системой то ты либо станет жертвой мошенников либо ты можешь потерять все свои заработанные деньги да вот и я бы хотела еще остановиться на такой теме вот сергей серафимович отметил что есть очень много разного рода мошенников да к сожалению часто мы слышим новостях что мошенники очень активно используют именно интернет сервисы действительно да онлайн услуги они очень упрощают нам жизни и это такие сервисы которые помогают нам экономить время экономить наши даже средства да по плане передвижения по городу даже до не оплачивая там не ехать на такси не ехать на общественном транспорте а с помощью мобильного телефона либо персонального компьютера получать финансовые услуги в том числе не выходя из дом вот но мошенники тоже используют этот сервисы и именно в своих корыстных целях о том как защититься от финансовых мошенников именно в интернете мы будем говорить во второй части спасибо теперь мы прерываемся на небольшую рекламу еще раз добрый день кто те кто кто присоединился мы приглашаем вас наш прямой эфир и напоминаем о номерах телефонов которые по которым вы можете задать нам свои вопросы это номер телефона 32 00 66 32 11 66 но у меня в гостях сегодня сергей серафимович сафронов и мы продолжаем тему финансовой грамотности финансовая безопасность сфере инвестиций сергей серафимович от мысда в первой части как раз обсуждали о том как безопасно начинает инвестировать и в принципе говорили о теме интернет-мошенничество да вот очень много фейковых сайтов очень много разного рода сервисов которые предлагают приглашают стать инвестором скажем да инвестировать собственные средства и есть информационные сервисы по тому как они учат быть инвесторами насколько вот вообще людям стоит ли доверять таким ресурсам и вообще как правильно выбирать информационные ресурсы и сервисы по инвестированию вообще какими сервисами лучше пользоваться нашим если наши зрители кто-то захочет стать инвестором допустим какие сервисы им использовать ну вообще я читал сейчас есть более 50 вот этих схем да каким образом мошенники пытаются выманить деньги до интернет-мошенники но если мы говорим конкретно об инвестициях то наиболее распространенные наверное это все таки когда люди сами пытаются там что-то искать да или видят рекламу нажимают да после этого к ним перезванивают якобы от какой-то инвестиционной компании допустим да вот и предлагает очень привлекательные условия для инвестирования обещает очень высокую доходность рассказывает как нужно установить там приложение на мобильный телефон внести деньги да там при этом если нет денег вынуждает часто брать кредиты это вот один способ второй способ этого тоже уже непосредственно как бы через интернет это сейчас стало очень много тоже таких предложений появляться очень качественно сделаны до которые предлагают типа того что он газпром делится например своими каким-то да как национальное достояние о том прям принято решение чуть ли не владимир Владимировичем путиным о том что вот газпром будет всем деньги раздавать для там или к примеру даже я встречал такое что сделали нарезку из выступлений патриарха кирилла да о том что он поддерживает вложение в криптовалюту он действительно там говорил госдуме про криптовалюту но там просто первая часть взята а вторая соответственно нет и так далее да вот ну естественно как бы те люди которые но очень доверчивы так скажем они естественно как бы начинает нажимать на вот эти ссылки попадают на какие-то правило уже сайты которые тоже могут маскироваться под официальные сайты там того же газпрома и каких-то других солидных учреждений там тиньков часто подделывает так далее да вот и далее либо они выманивают какие-то персональные данные но тут уже варя в вариации масса и здесь действительно на самом деле как бы человеку незнакомому с финансовым рынком иногда бывает очень сложно понять что здесь можно порекомендовать во-первых нужно понимать да вот если вы решили ну как бы заниматься инвестициями да то самый такой надежный и наиболее такой понятный способ это открыть брокерский счет в компании которые имеют соответствующую лицензию банка россии соответственно вы можете зайти на сайт на сайт банка россии и найти те организации те которые соответственно имеют эту брокерскую лицензию просто так человек на биржу да вот прийти открыть счет и начать торговать не может он может это сделать только через брокера который ему поможет получить доступ соответственно вы можете также зайти на сайт московской биржи найти там рейтинг брокеров там по количеству клиентов по оборотам ну и первые там 10-20 брокеров да это те брокеры которые действительно являются надежными но если вы хотите сузить круг да то вы просто можете взять там наши вот основные крупные государственные банки там кто активно работает с родичными клиентами сбербанк втб да и здесь вы как бы можете открыть счет либо приходите в офис и там открываете счет либо вы можете это сделать через мобильные приложения банков самих да то есть у вас есть есть банковская карточка сбербанка или втб да там вы заходите сбербанк онлайн например и находите раздел инвестиций там вам предлагается открыть соответственно счет вот все остальные вот какие-то сомнительные предложения даже если вам представляется да конечно лучше желательно все четко как бы здесь проверять получается основным регулятором брокерских услуг также каких банковских услуг является центральный банк российской федерации правильно да и он именно регулирует всю брокерскую деятельность на территории российской федерации то есть если к вам обращается тем более какая-то зарубежная компания да то вам здесь точно стоит да вот как-то вот по крайней мере пока вы хотя бы в россии не поработаете да не лезть туда где вот зарубежная да где риск мошенничества ну просто запредельный ясно так что дорогие зрители обязательно проверяйте название компании если вдруг к вам поступило предложение скажем тогда инвестировать собственные средства обязательно зайдите на сайт банка россии очень простое название три буквы cbr.ru вот заходите на сайт банка россии в поисковик забиваете название брокерской конторы проверяете если у нее лицензия имеет ли она право заниматься брокерской деятельности на территории российской федерации если лицензии есть проверьте рейтинг и размещайте средства скажем так да то есть через тоже банковское приложение вы можете уже как бы открыть там получаете дополнительное приложение это уже брокерское приложение сбербак инвестор например называется или в тб инвестиции или тинькофф инвестиции да и соответственно туда уже забросить деньги и там вы уже реально сможете уже попадать нот на две наших основных российских биржи это московская биржа и санкт-петербургская биржа если вам предлагает установить люди которые вам звонят да вот какие-то приложения и так далее да вы здесь действительно это может выглядеть достаточно тоже правдоподобным да вы приложение устанавливаете как бы перечисляете деньги видите у себя даже там счет да видите там как вы делаете сделки что счет ваш растет да но это абсолютно не не значит то что вы сможете эти деньги снять да то есть таких случаев тоже как бы масса то есть людей таким образом завлекают да сначала небольшая сумма да даже можно дадут вывести может быть даже чуть-чуть да вот но потом когда как только вы перечисляете тогда крупную сумму да соответственно как бы связь стеряется да как бы и все и уже не можете не дозвониться них ничто да то есть основное правило доверяй но проверяй и в этой области тоже работает как основное правильно да и когда вы инвестируете вы должны понимать да что но лучше не идти в какие-то спекуляции там где вам обещают действительно сверхвысокую доходность до инвестиции это все-таки прежде всего долгосрочные вложения матери в определенный бизнес да это могут быть там долевой бизнес а если вы покупаете акции крупных компаний например да там российских или может быть даже зарубежных да но через московскую вижу допустим либо это может быть долговые инструменты когда вы покупаете облигации то есть вы получаете занимаете там долг там государства или там субъекта федерации или крупной компании а вот давайте на этом вопросе более подробно остановимся то что мне кажется нашим телезрителям будет интересно зачем же акции отличаются тех же облигаций почему когда я покупаю облигации я даю займы да скажем так а когда я покупаю акции я становлюсь не совладельцем а инвестором ну совладельцем действительно реально вы становитесь совладельцем компании если вы покупаете акции ну как правило на какую-то незначительную долю и здесь вот прежде чем действительно как бы приступить к инвестированию нужно сначала все таки понять суть этих инструментов два основных инструмента это да это акции и облигации если вы покупаете акции вы становитесь у собственником и соответственно вы несете все вот эти риски любой компании да это может быть там какие-то техногенные аварии это может быть падение цен на сырье это может быть там санкции да какие-то политические риски и так далее да соответственно если такое с компанией происходит соответственно компания падает прибыль соответственно падает цена на акции так как если прибыль падает то падает и размер дивидендов это та часть прибыли которая выплачивается акционерам и компания может даже самом худшем случае обанкротиться вот если вы покупаете облигации то этот долговой инструмент это один из видов привлечения капитала получается тоже крупными компаниями либо государством либо там республика и допустим нашей да вот и наиболее распространенные надежные это облигации федерального займа да это выпускается минфином российской федерации и соответственно здесь максимальная надежность вы точно знаете соответственно сколько вы денег получите в конце срока когда когда облигация будет гаситься и сколько вы будете получать течение этого срока например в виде купонов соответственно облигации они гораздо менее рискованные если та компания которая облигации вы купили она не обанкротится но соответственно как бы вы деньги свои получите но в облигациях под именно федерального займа там же есть все равно когда гарантия то есть государственная гарантия идет но там напрямую вам минфин соответственно как бы получается обязан да а минфин российской федерации соответственно это есть само государство она же и в общем то и эти рубли печатает да поэтому в крайнем случае да если там будут какие-то проблемы с бюджетом то но какого-то дефолта я не жду вот девяносто восьмом году был пример например дефолта но перед физическими лицами государства полностью погасило долги потому что все таки ну во первых это не такие значительные суммы во вторых все таки у нас уже ну не советский союз до государства бывают выборы и так далее да соответственно зачем зачем вот государство иметь вот такие проблемы но вот смотрите некоторые говорят что вот кто не рискует тот не пьет шампанское там не риск благородное дело и так далее но все таки с инвестициями это работает или это не работает в инвестициях но у правильный вопрос да почему потому что вот мы к нему наверное вернемся после перерыва то что сейчас у нас мы прервемся на рекламу а я напоминаю что вы можете позвонить нам по телефонам 32 00 66 и 32 11 66 ну а мы вернемся к наш третьей самой интересной части когда Сергей Серафимович будет рассказывать о том как же все таки благородное ли это дело инвестиции мы продолжаем наш сегодняшний эфир и первая во второй части мы говорили о том что такое инвестиции как грамотно подходить к именно к инвестициями и сейчас мы продолжим тему действительно ли риск благородное дело касаемо инвестиции вот как раз сергей серфимович хотел ответить на этот вопрос да я сказал что вопрос очень правильный потому что тот человек который хочет разобраться в инвестициях обязательно должен понимать и риски и что доходности и риски они между собой очень сильно взаимосвязаны чем выше предполагаемая доходность тем выше соответственно потенциальные риски не бывает высокой доходности без высоких рисков и вот мы буквально вот сейчас наверное в эти дни да прекрасный пример да видим что происходит на российском рынке акции да вот возрастут геополитические риски и мы видим как сильно падает российский фондовый рынок если мы говорим про индекс индекс это вот корзина ценных бумаг да состоящая из там 40 наиболее ликвидных крупных российских компаний вот он упал на 30 процентов а некоторые компании они упали гораздо больше если мы говорим например о том же сбербанке да то он стоил там почти 390 да а упал там до 240 до 250 рублей чтобы вы понимали какой масштаб может быть падение акций хотя со самим сбербанком вроде как ничего плохого не происходит вот и здесь соответственно как бы когда инвестор составляет свой инвестиционный портфель он должен для себя понять на какие готов он риски вот если говорить об акциях он должен быть готов что акции могут упасть там на 40 на 50 процентов допустим вот облигации там рисков гораздо меньше да ну тоже они могут достаточно прилично падать да особенно если ставки рыночные растут и после того как он определит для себя пропорции вот этих активов да уже внутри вот этих активов желательно сделать максимальную такую диверсификацию то есть если акции это не только например российский рынок да мы видим что россия первая страна развивающаяся во вторых действительно если риски связанные и политические с ценами на нефть и так далее да поэтому желательно иметь конечно портфель состоящий там из акции многих стран если мы говорим про облигации то соответственно это будут могут быть облигации там наиболее надежные государственные там корпоративные да ну если вы хотите действительно там еще больше рискнуть может там на какую-то небольшую часть взять там так называемые высокодоходные облигации это наиболее рискованные облигации небольших компаний вот и вот в этот же портфель вы можете добавить вот сейчас прекрасный тоже выбор есть да вы можете добавить там драгоценные металлы например фонд драгоценных металлов на золото на серебро но это уже на любителя или фонд недвижимости тоже сейчас есть на московской бирже то есть вы можете вложиться недвижимость не имея больших денег да фактически тоже получая некий такой арендный доход то есть вариантов для инвестиций очень много в принципе главное вот мы в первых частях мы говорили о том что главное когда мы начинаем задумываться об инвестициях главное это научиться то есть сделать первые шаги к обучению правильно да я бы не хотел сказать что это очень сложно да потому что ну вот существуют как бы разные виды да есть более глубокое погружение когда вы выбираете какие-то отдельные акции тогда вам конечно нужно уделять времени гораздо больше и ваш уровень профессиональной подготовки должен быть больше вы должны проанализировать компанию да там и так далее вот и есть более такой способ который абсолютно доступен для большинства инвесторов когда вы покупаете до рынке числе через биржевые на провинционные фонды которые инвестируют в индекс их целиком да то есть вы можете купить например фонд на индекс московская биржа там на s&p 500 и да там вообще индекс очень много и при этом как бы действительно здесь вы уже ставите не на отдельные компании да а вы ставите на экономику в целом да и если вы такой именно долгосрочный инвестор да то вы можете не обращать вот на вот такие краткосрочные какие-то колебания да в целом у нас все равно экономики растут вот это нужно понимать и если вы покупаете вот именно акции и облигации да вот через индексные фонды вы как раз делать ставку на том что долгосрочном периоде да там ввп страны и так далее будет все равно выше тем более есть инфляция сколько примерно должен составлять вот этот вот период инвестиций вот для например но я не буду говорить про себя потому что я знаю да вот наши телезрители они не знают вот давайте назовем им вот этот вот минимальный срок который они на который они могут рассчитывать чтобы сохранить и приумножить но здесь если мы говорим о таком более таком широком диверсифицированном портфеле включающим акции да то минимальный срок я считаю от трех лет а лучше от пяти вот если мы говорим о сроке там один-два года да то здесь скорее стоит рассматривать исключительно облигации вот именно с таким коротким сроком погашения и это либо государственные облигации либо облигации каких-то крупных компаний но вот дорогие зрители и радиослушатели вы сегодня узнали что быть инвестором можно как бы и использовать эти инструменты безопасно тоже можно и в принципе начинать все-таки мы рекомендуем с таких надежных инструментов как облигации да вот сегодня прозвучал несколько раз это все-таки по если вы хотите для себя попробовать в качестве инвестора начинайте с безопасных инструментов там где менее риск минимум и именно ближе к депозиту допустим да может люди все-таки нас привыкли к депозитам если говорить вот инструменты приближенные да к депозиту вот долговые то это облигации да а если вы хотите изучать и становиться таким ну профессиональным инвестором скажем тогда и серьезно подходить к именно к теме инвестирования то мы рекомендуем вам все-таки следить за нашими анонсами посещать наши уроки финансовой грамотности касающиеся именно темы грамотного инвестирования тем более не только наш региональный центр компетенции по финансовой грамотности проводит такие уроки но и банк россии проводит уроки по грамотному инвестированию они так и называются грамотный инвестор на сайте dni fg.ru где как раз сотрудники банка россии эксперты рассказывают о том как грамотно подходить именно к теме инвестиций ну вот сегодня мы эту тему постарались максимально раскрыть есть сайт московской биржи там тоже как бы есть онлайн школы как раз по инвестированию да и вот если мы берем сайты например тоже крупных банков и сбербанка и втб да есть тоже свои обучающие там материалы все-таки мы всегда вот мы не перестанем наверное напоминать нашим слушателям о том что все-таки нужно использовать в качестве источника информации именно официальные ресурсы это ресурсы банка россии в сфере инвестиций это сайт московской биржи да еще есть финансовый маркет по моему как называется правильно платформа в курсе ну вот сайт банка россии да да их нужно использовать для того чтобы прежде всего действительно искать информацию по брокерским компаниям и так далее а так в целом да вот скажем если говорить о тематике инвестиций да то ее на самом деле очень много дают и другие брокера да потому что все таки у банка россии ну не на все хватает да как бы ресурсов да он больше обращает внимание там на финансовую грамотность на какие-то такие вещи а вот конкретно вот по инвестиции тем более банк россии не может рекомендовать да какие-то инструменты и в принципе самое главное это проверять вот мы уже говорили о том что нужно проверять наличие лицензии мы говорили о том что нужно проверять в принципе и сам сайт прокера да на достоверность информации какие есть основные моменты на которые нужно обратить внимание человеку когда он заходит на какой-то сайт который обещает ему там супер пупер какие-то условия по инвестициям там супер прибыль там и так далее на что человек должен обратить внимание чтобы понять мошенники перед ним или это официальный сайт ну сверхвысокая доходность она уже сразу должна вызывать подозрение но в целом вот так сложно сказать да вот на что именно нужно обращать внимание но если человек вот внимательно будет например изучать сайда какую допустим он увидел там тиньков сайда вот я думаю все равно да как бы обратить внимание что что-то вот там где-то не не похоже да там хотя бы вот по названию тоже там бывает буква какая-то там другая еще что-то да вот он не может название как бы не официального сайта совпадать с названием официального сайта но может быть похожим да но не не совпадать полностью да вот это наверное основной может признак то есть такое внимание к деталям оно обязательно должно присутствовать. И еще какие-то моменты есть, например, может быть, какие-то есть основные документы, которые размещает брокерская компания на своем сайте, на которые клиент должен обратить внимание. Может, какие-то соглашения, что-то еще, лицензии, копии документов, свидетельства, ИНН, УГРН, такие вот моменты. Ну, в целом, на самом деле, как бы, лучше начинать работать с теми компаниями, которые прямо на слуху. Как я сказал, это могут быть госбанки, это могут быть крупные инвестиционные компании. А дальше вы уже погружаясь в эту тему, уже сами потом сможете определять. Потому что лицензии тоже можно нарисовать, например. Ну, конечно, да. И здесь действительно именно сайт Банка России вам, наверное, в помощь. И не пытаться все-таки лезть в те темы, которые еще более сложные. Например, криптовалюта. то есть понятно, что актив такой интересный. Вроде как можно хорошо заработать, но с другой стороны там и рисков намного больше. Ну, об этом мы будем разговаривать на нашем следующем эфире. Я надеюсь, спасибо вам большое за то, что вы присоединились к нам сегодня. Благодарю вас, Сергей Серафимович. До новых встреч, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин